приветик не спящие я привез снова игру кентукки чего-то дам может быть мил не скажу не скажу ладно название есть и хрен с ним так вот эту игру писали с 2013 года и что стоит отметить здесь всего 5 актов то есть они наделали и вроде как нет русского хотя может быть уже есть я не уверен вроде как есть в принципе какая разница мне обещали атмосферу и сюжет так что давайте это и проверим так первый акт первый акт акт один играть не проверял движок не проверял работоспособность вообще ничего не проверял просто вот взял начал играть лошадиное лошадиное масло что заправка так называется лошадиное масло так предыстория игры значит в чок где лошадиная башка вот этот человек поехал куда-то со своей собакой и заблудился на дороге все грузовик осмотрим грузовик заведенный грузовик бла-бла-бла на его боку увидены слова антиквариат лизетты мебель хрусталь диковины а он вез антиквариат райд все верно собака 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 в соломенной шляпе обе видали лучшие деньги и ясненько а как мне бегать умеет кассир рассмотрим сначала кассира джозеф сидит между бензоколонкой старинном кресле он седой на нем темные очки восхитительно мне кажется не очень хороший план что-то сжечь возле бензоколонки ну так к слову просто что ты здесь как-то темно найди туда посмотри что там видимо он не настроение давай тогда сюда кассир черт побери вы слышали как и не долбанулись грузовик с бутылками интересно что он вез пиво или виски у него вроде колесо отлетела алкоголь раскидала по трассе в общем бардак надеюсь они не прибег не прибегут к нам за помощью чертов предохранитель опять его выбила и у нас нет света это собака там дышит как звать вашу собаку гомерк грустняшка просто пес просто без и не говорите у нас тут пара котов бегала уверенно это хороший пес и ведет он себя подобающее а так давно вы ко мне в тарелку залез вот вам немного вяленого мяса пусть собака порадуется сам делал вышла и очень но думаю собаки подойдет уже смеркается до солнца шею припекает могу поспорить его еще недолго осталось дугу drive 5 нужно доставить посылку до good drive 5 где это вам вернее ясно ясно вам платит вы разводите после бросите где-нибудь кости а может быть и пропустите стаканчик другую а потом снова за баранку есть в этой рутине что-то благородное а чем он вообще говорит странные люди где долго у драйв как долго вы работаете какой у вас ритм чего какой на хрен ритм сердцебиение вы ваш пес будете так 65 всю ночь гнать до good drive на стороне чтобы туда попасть лучше свернуть на нулевую это нулевая то еще трасса но вы можете посмотреть пыль до нее на моем компьютере сначала нужно спуститься в подвал и перезапустить щиток скорее бы включилась сиди жужжащий лампа то тут чертовски тихо дверь в подвал находится задней части офиса спасибо за помощи еще кое-что возьмите лампу там теперь у меня есть фонарик а это это лампа масляная да ну во всяком случае жечь такое она без колонки это но очень нехороший вариант так подвал напоминает кстати начала не начала а фильмы трассы 60 кстати надо пересмотреть офигенное кино и замечательное текс куда мне подвальные люди здравствуйте эмили бен и боб сидят на раскладных стульях за потрёпанными карточным вернее за потрёпанным карточным столом на нем кучу бумаг странного вида игральной кости и дорожная карта досадная у них чтобы и джеки есть одна ребята странная вас подвал предупреждение к стене привинчена ржавый пыльный знак правила таковые никакого открытого огня рядом с бензином на территории запрещено распитие алкоголя случаю внезапной темноты не паниковать расслабиться считать в обратном порядке до 5 цвести время пребывания в подвале к не более чем 3 минутам в час какой интересный у них подвал но мне нужно было включить свет ребята подскажите где включить свет все-таки с ними разговаривать и кем ребятки вы не видели тут щиток пардон я не подозревал что есть кто то есть здесь щиток ребята что нибудь слышу нет извини я снова смотрел в правило сейчас начнешь играть и втянешься вот смотри ты сказал что тебе выпала пятерка да значит теперь тебе нужно для свою фишку и передвинуть ее любую точку карты получается теперь выходы а к наверное мой куда ты положил ту двадцатигранную кость вернее двадцатигранную что ты не нашел ты уронил что ли ее довольно просто найти она светится в темноте они тут днт что лиха и рачат хотя не похоже ладно пойдем вниз как мне что мне сделать где щиток что за фигня я вижу выход я вижу людей до другим может быть с ними еще разок поговорить чего мне делает ну тут как бы ни щитка не подсказок и чего а чё раз поболтаем люди не обращают на него внимание и нужно пройти мимо думаю она катилась куда-то влево но я ее не нашел я искать не пойду внизу темно давайте кто-нибудь из вас ходит за ней а я тут пока правило почитаю может быть теперь он пойдет ее искать эту кость ай не хочет ты притык прямо и как то я читал эти правила я помню нет видим надо еще раз с ними поболтать если я залезу в тот счет а кто смогу включить свет наверное ты была права насчет прокидок по верни за внезапных происшествий тут на последней странице о них целая таблица мне не нравится это правило с ним играть не так весело рандомы расстройства момент случайности делает эту игру такой реалистичный боб не люблю женские голоса их озвучивать неприкольно мне очень нужно включить электричество доставить посылку ребята но я тебя на ногу отойдите а ты я пройти надо как ты выиграл каждый игрок прокидывает 20 20-гранную кость и сверяется с приложением c таблицей психографической тревожности сопоставимости адресов что далее следует найти нужные адресы нога на игровой карте и переместить фишку каждого игрока на соответствующую улицу сомневаюсь что в этой игре вообще можно выиграть на коробке написано что жанр этой игры трагедия это вы мать вашу трагедия дайте пройти у меня не пропустите да ладно получается чтобы начать играть нам нужно 20-гранная кость вернее 20-гранная ага так мы выйдем на дорогу ну я надеюсь но тут пишут если вам выпадет единица вы въезжаете в канаву двойка девятка записывайте новый синдром графу тревожность и снова кидаете кость если вам выпадет пятерка ставите фишку любое место на игровой карте боб сходи за костью там внизу слишком темно а да это легче легкого это долго на кость висится в темноте я понимаю что они хотят от меня но мне игра как бы не дает вниз-то пройти зараза так и знал что вот надо было с эту подлая игра куйна подбирает цветящуюся 20-гранную кость и осматривает ее она лежит вверх гранью с цифрой 5 это просто маленький кусочек пластика но его вес приносит чувство умиротворения и почти спокойствие он кладет предмет в карман куртки музыки нет по крайней мере пока что чпоник народ я нашел вашу кость теперь у меня пропустите к добу на мужчине раскладные стулья стоят вокруг потрёпанного карточного стола стулья пусты как и сам стол ставлю-ка я кость при себе друг пригодится щиток он наконец-то свет все теперь можно спокойно валить отсюда я надеюсь что это так чего такое идем чего застрял то вверх пока что интересно графу не классный мне нравится реально прям трасса 60 какая-то и все готово вот так только послушайте как жужжат эти лампы вас подвале люди играли в какую-то игру на теперь они исчезли в моем подвале нет не может этого быть наверное это тени от лампы играли с вашим воображением что сказать по земле происходит довольно странные дела особенно в темноте хорошо компьютер в офисе вам нужно искать девушку по фамилии вернее с фамилией маркес она знакома с этими дорогами как со своими пятью пальцами она ты проводит вас к нулевой пароль обычно я его набираю по на я просто так мышечная память слышали такой он немного длинноватый кажется похож на небольшую поэму одно из таких что можно прочитать воля но его быстро подберете то есть не еще твой комп хакать да ну зашибись теперь компьютер больше похоже на косу куда мы нажимаем как она моей нам все правильно куновой нажимает на клавишу пробуждая компьютера плюс юзи руль свободно скользят колеса с неба падают звезды я говорю он отвечает мне свободно скользят колеса никто не видел аварию по ночи пульсирует луна уже поздно ночи пульсирует луна запах дороги пароль принят странным как там у вас дела подобрали пароль уверен что справились конечно конечно сообщение адресная книга игры выход игры ей не существует сообщение первое сообщение от дональд дональда 2 сообщение от аккаунтов первое второе консолидейтед прочитаем а дональда русской фрагменты милых воспоминаний много воды утекло джозеф а ты все еще дуешься на меня но мы нашли тут целый мир и нам нужна твоя помощь его расследование до пещеры сыры сырые и холодные а мы сами не маленькие в общем неважно скучал по тем денькам лаборатории с тобой наши милый лун лулой ой что от неважно может быть ты уже нашел свои шанду лишь шанду я вот нашел кит странное сообщение а второе неуплата счета уважаемое лошадиное масло это срочное автоматическое сообщение призвано донести до вас что вы просрочили оплату счетов более чем на 14 календарных дней из-за этого мы из-за этого мы вынуждены перевести вас энергии да что ж такое на энергетический план ненадежный некачественный плюс советую погасить задолженность иначе мы переведем вас на план зрители аварийный режим до избранных как смешно так чужую почту почитали замечательно адресная книга 2 трассу до good drive маркес нулевая не существует долго драйв не существует маркес резиденция маркесов и маркесов макондо лэй стоп езжайте на северо-восток по 65 и поверните налево сразу как только увидите то горящее дерево ищите сараю подножье горы его вы точно не пропустите и там нашли и фирма где-то на макондо да да верно слушайте пока вы там внизу промышляли я погрузил мой телевизор вам грузовик и одолжил его у умер маркес много лет назад и теперь из-за этих перебоев с электричеством я могу поймать только помехи она всегда больше читать любила но может захочет его вернуть телевизор что неплохой я синейку завезем и телевизором хотя я тебе не нанимался дружок я тебе вещички возить то не буду наверное и с довольно влияет хвостом как дела хочешь пожрать вот тебе немного веленого мяса от работника заправки странный он какой-то они все в порядке сто пудов что думаешь об этом месте ты в курсе что он тебе не отвечает как бы раньше этой заправки не замечал еле-еле сводит концы с концами кого это волнует этой заправки то не существует скорее всего кону и выезжает на дорогу или кону и медлит то есть остаться или выехать конечно выехать седая все ура наконец-то так трасса номер 65 а мне прям ничего ввести или как фирма управляйтесь на северо-восток 65 и подожди нет я имел виду вот этот кубик терка отсадка нихера себе критический успех вроде как ладно северо-восток так северо-восток горящее дерево горящее дерево горящее дерево высокий черный дуб горит на холме над дорогой кажется нам куда-то сюда о а вот и ферма интересно можно было бы просто забить хотя с другой стороны как я забью если они должны мне сказать где нулевая трасса маркиз не маркиз 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 фармхаус это французы это так быстро закончилась первая глава 6 фонарь грузовик заглушить грузовика надо дам но чего-то куру и не хочет его глушить ладно собака наверно надо подняться вверх по дороге домик фермера стоит на холме темно туда думаю тебе лучше остаться тут при свете фонарей надеюсь для тебя найдется что-нибудь вкусненькое странный человек так вверх так вверх погнали с телевизором наверх завезем раз уж попросили давай 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 до конца кладбище семейное кладбище расположилось неподалеку от дома на огромных плитах фамилии усопших наваковские наваковские падья маркиза видимо все таки действительно французы дом стучаться для слабаков да ну ладно клац-клац выключатель о 1 какой же милый у нас дом вам нравится вы раньше тут бывали а саму вы случаем не видели нет я не встречал я в курсе я сама не делаю лишь однажды такая большая гадкая только и делала что злилась и ухала ну и уже давно здесь нет раньше тут стоял другой дом но мы его снесли и построили этот стройка влетела в копеечку и мы влезли в долги кем вы работаете у вас сложно работали вы ее очень любите и однажды была математиком вы ищете тут что-то определенное или просто так заехали женщина одинокая я думаю я сюда заехал явно не просто так и телевизор привез так развожу заказы для маленькой антикварные лавки вернее лавки мне кажется что для маленьких антикварных лавок сегодня не самые лучшие времена сейчас вообще не лучшие времена даже на нашей маленькой ферме мои дети или недавно прекратили выплаты банку меня туда же быть то не должно но я осталась у меня с собой есть несколько блокнотов мне не так уж и скучно но я бы сейчас и от телевизора не отказалась ненавижу женские и голоса озвучивать просто кошмар джозеф сказал вы слишком любите книги чтобы смотреть телевизор да я привез телевизор пожалуйста можете пожалуйста его настроить а потом я вам объясню куда его поставить и где нулевая да как-то это странно приходишь такой домой женщина тебя с порога такая здорово мужик я в курсе что ты привез телевизор и что тебе нужна какая-то там трасса но давай сначала давить или включишь готовая телевизор включу и работает неправильно это все вы его не так настроили вам это не знакомо кто-то из ваших родителей не разрешал смотреть телевизор я в курсе как настраивать телевизоры ладно но я настроена скептически но все-таки видимо не в курсе я не удивлена а вы вы меня вообще слушали мне так не кажется пора бы присмотреться клоновые загляните в телевизор тут явно происходит какая-то херня давай заглянем это немножко не телевизор так самую малость чего ей очнитесь вы отключились ненадолго картинка в телевизоре и вероятно телевизор принимает не тот сигнал моя моя двоюродная сестра шена разбирается в этом получше она работает человеком который чинят телевизор и ну раньше она работала по крайней мере думаю у нее проблемы с новыми моделями так не правда очень нужно попасть на нулевую честно не убедили вы меня что вам нужно на нулевую мне нужно чтобы вы нашли мою двоюродную сестру и починили этот телевизор а я вас направлю в нужном направлении это легко возвращайтесь на 65 направляйтесь на север а затем поворачивайте направо сразу только увидите фабрику протезов оттуда неизбежно попадете на нулевую рада знакомству коэнвэй будьте начеку особенно в темноте так во первых он кажется не называл своего имени во вторых здесь явно происходит какая-то хрень а еще она исчезла прекрасно просто восхитительно а теперь будьте любезны выпустите меня отсюда я пойду покатаюсь все таки я больше приверженец наверное активного геймплея там ну какая-нибудь стратегия там что-нибудь собрать там что-нибудь скрафтить кого-нибудь расстрелять . буржуйка кстати вроде бы вышедшая из употребления дровяная печь стоит запачканном золой она холодная на ощупь неудивительно ведь ты только что поговорил с мертвой женщиной путина оплела сотейник может быть раковину кастрюля утопает в пыли или в пыли а не важно вернее почти не важно не ну правда происходит какая-то хрень просто 60 этом плане было покруче в разы грузовику можно я еще домик полутаю нельзя ну грузовику так грузовику песенка заиграл и внизу было написано какая-то группа но окей за домом пасется пара лошадей только что встретил очень странную женщину она была довольно милый маркиз интересно откуда родом ее родители из франции стопудов поехали отсюда на дорогу она сказала ехать на север ну на север так на север по 65 вроде так нулевая въезд возвращайтесь на 65 направляйтесь на север и затем поворачивайте направо после фабрики окей 65 фабрика права фабрика фабрика ручьев бежит вдоль трассы а затем сворачивает грязному кирпичному зданию рокот исходящий из чрева постройки почти не слышен из загула машин прожекторы на газоне освещают дымовые трубы на краю парковки стоит огромный почти невидимый за деревьями плакат на нем написано американ американ или америка протезов 1 нам направо шоссе так момент брали здесь на север а затем поворачивайте направо сразу после фабрики протезов так и сделал только тут дорога ветвица ну хоть бензин бесплатный ладно поехали сюда а въезд конечно же конечно же это мост что это еще могло быть а нет это только сцена 3 акт 1 еще в процессе элкхорн элкхорн по моему это что-то из разряда олей ну элк это точно олей какой-то или 8 и от 8 вроде мусс элк это что-то из оленей вроде бы хер его всяком случае долина оленей и хрен с ней собака давай поболтаем как дела не уверен что женщина была права и уезд на нулевую где-то здесь тебе что-то на шляпе опять цветами лизетты досталось просто не смогла тебя от них отогнать до а это так на тебя кричал что можно было решить что он совсем наркоман нет первый вариант я больше нравился ладно погнали вход ты куда собака чего-то за мной ладно ну пойдем со мной вход так вход странное местечко необычное так самую малость а и все сцена 4 а вот пожалуйста вот так вот быстро шахта элкхорн что там кроме олени есть олени лоси а кто еще с врагами ну да ладно шин говорит по огромному похожему на кирпич телефоном же его ухо 200 долларов за две недели руки пожимают все в порядке 200 долларов за две недели думаю он сможет выселить меня еще на и вернее думаю не сможет выселить меня еще неделю или две могу ли я ему доверять тебе лучше сменить замки верно что что чего хорошо это ценю но правильно забей мне пара дженнон заканчивая телефонный разговор шиннон не маркисли случаем здрасте что ну окей извините я увидел что тут горит свет и я ищу въезд на вы пришли вы проводить меня отсюда или вы верите приведение а вы верите приведение свидетельница приведений это так сказать вернее как сказать мне кажется что в доме могли жить приведение если вы об этом человек может ли к нему привязаться приведение я не это имела в виду я не это имела в виду ну да ну да я за вечер встретил парочку людей похожих на приведение они как будто вы с тобой разговаривают а сами словно в облаках питают да я тоже серьезно вы поэтому сюда пришли ну а нет может быть судя по всему это место довольно важное может в конце концов я прибыл по адресу дела вот в чем я экспедитор в магазинчике антиквариат лизетты мне просто надо доставить посылку шахту ну нет не нужно доставить посылку долго драйв 5 и я пытался найти эту трассу мне сказали что туда ведет нулевая я встретил девушку по имени вывер маркидзе она послала меня сюда и вот он я странное место для въезда на трассу но сегодня все-таки как-то особенно странно что это я сейчас за строчку прочитал что здесь и вот правда что вывер маркиз вы с ней знакомы значит вы тоже ее видели этим вечером я знакома с вывер она была моей двоюродной сестрой и шинон маркиз а вот значит как она меня обхитрила хотя не факт вы верни лжет однажды когда мы были моложе на сказала мне что мой отец попал ужасную аварию что там везде смятый металл и что от звуки этой аварии будет будут эхом отдаваться в нашем доме долгие годы я тогда страшно расстроилась и плакала а потом дверь пошел мой отец он только что вернулся со свалки и собирал там железки чтобы потом наделать из них ветроловок и разозлилась но она сказала что не шутила но я не лгала тогда я решила что это была какая-то загадка новый верни загадка она тайна значит нулевая правда где-то здесь внизу может быть да я бы не отказалась от сопровождающего у меня тоже есть здесь дела я тоже говорила сувер сегодня вечером ну или наоборот она говорила со мной я с ней порой не особо дружу само интересно слушать она тебя или нет она сказала мне что мне нужно спуститься старую шахту элкхор уверялась что там я найду то что ищу и что что ищешь само интересно у меня есть несколько догадок выясню когда увижу не так уж и плохо что вы забрели на огонек одна бы я вниз не полезла вот ваши собаки лучше остаться здесь животным там явно не место шахта старая очень глубокая и запутанная если мы будем спускаться вниз искать ваш этот въезд туда лучше взять с собой все что нужно не стоит зря возвращаться мы с собой есть оборудование для измерений проводимости частоты отклика и всякого такого может мы найдем способ пустить тестовый сигнал глубины шахты сделать замеры и выяснить какая там топология топология ну да топология наука непрерывности пространства именно с ее помощью этот извилистый лабиринцы берется в кусок это вряд ли обычно все просто берут лампу и ну идут вперед работу завтра на завтра работы нет написано на доске пошли пошли ничего стоять на месте собака капец он такой тонкий ты бы хотя бы кормил бы что ли видимо разведка а вот и система местного радиовещания думаете она еще работает остается проверить маленький огонек на передней панели не горит электричество нет ладно даже в давние времена у этой старой шахты были проблемы с подачей питания шахтеры платили за вентиляцию свет шахте и приходилось расплачиваться этими гадкими пластиками штучками шахтерскими жетонами как вам такое если он вдруг приспичит немного проветрить помещение будьте добры ставить жетон мои родители работали в этой шахте как родители уиллер похоже много кого вернее много у кого тут родители работали пошли в шахту нет неопределенно будет спокойнее если мы сначала сделаем замеры интересно что там внизу природные циклы и сейсмическая активность могли сделать свое дело и полностью перелопатить туннели просто так я туда не полезу и вас не пущу готова поспорить что нам нужно просто перераспределить энергию тут практически все нормировано вот зажгите пока вашу лампу а я пойду и отключу освещение потолка смешно мелочь кармане чем кем я слышала как за х и пели колонки включились ли они скажите что-нибудь микрофон так я вас слышу нам нужно рассчитать задержку сигнала и выяснить насколько глубокие местные тоннели просто пошумите микрофон пальчиком пальчиком по микрофону давай трет монетка и микрофон я сказал пальцем каким какой монеткой но то что надо свистит цист вот эта задержка глубокие тут туннели боюсь боюсь мьюсь об заклад некоторые из них обвалились или стали частью системы пещер я настроила спектроскоп просто говорите что-нибудь микрофон так мы выясним насколько узкие тоннели в этой шахте не стесняйтесь говорить и практически все что угодно историю что вы расскажите или что там ели на завтрак вернее расскажите что ели на завтрак значит так раньше я крышу чинил а потом мы получили очень большой контракт в луизвере мы бы доехали до туда за час но вдруг налетела буря и да и было уже поздно похоже тоннели просили не на шутку потолки там низкие так что надеюсь вы не проще немного поползать думаю вам не впервой еще один тест нам нужно узнать вернее выяснить состояние воздуха можно ли им дышать разряжен ли он или наоборот слишком густой просто подвиньтесь вплотную к микрофону и подышите а я сопоставлю их от вашего дыхания с плотностью воздуха в тоннелях попробуйте расслабиться дышите как обычно брак какой-то ага об отдыхе сегодня днем сегодня днем довольно сильные сигналы думаю шахты все в порядке но мне нужно еще немного повозиться прохладный напиток дальше это сцена снова шахты какой кошмар вы в порядке какого хрена я в порядке я вас держу на вроде живой черт у вас нога застряла я попытаюсь ее вытащить нам нужно вызволить вас отсюда да вот так хорошо как нога можете наступать я в порядке просто попытайтесь стать аккуратнее да я рядом черт не переживайте вас поддержу ваши ноги сильно досталось всего вот сейчас мы усадим вас на резину окей теперь вы стали терминатором принимайте управление дредноутом шутка хорошо теперь нужно убедиться что эта штука поедет окей да она работает над резине мы сможем доехать до одного из запасных выходов если они тут вообще есть думаю есть я могу идти ни в коем случае нужно дать ноги отдохнуть а не то вам станет только хуже и вас посадят дредноут давайте сначала выберемся отсюда потом решим чем займемся дальше это наша задача наверное хотя его модель управления с вашей стороны поехали но поехали странная женщина любительницы этих самых телевизоров а можно удерживать видимо можно кстати раз они едут какая странная дредина и какая она громкая я убавил игру на половину но все равно громко а как же диалоги во время перемещений как-то игра очень странно построен ну то есть диалогов в принципе как бы ну практически нет ну как практически нет я имел ввиду что они какие-то несвязные что ли ну пока это начало посмотрим что будет дальше пока что мне нравится игра довольно таки забавный сюжет вроде бы посмотрим выход здрасте наконец-то мы приехали пошли конечно я только еще немного осматриваю кажется я видела тоннель со сломанными путями интересно что там внизу делайте что вам нравится я лучше пойду вообще я скоро вернусь шуруй что за странная женщина они пытаются просто найти сраную трассу и как бы ну нахрена им обследовать какую-то шахту кошмар клетки привязаны бумажка бумажка вернее бумажная бирка на конорейка 25 жетонов конорейки продавались шахтерском магазине может они еще и респираторы продавали клетки нет костей видимо птицу выпустили или клетку вычистили в зоопарке высвела жили овсянки на воробьев вроде похоже и другие птицы страусы орлы эму но конореек нет слишком обычные или маленькие там есть скворцы скворцы же не больше конореек по моему кстати шахтеры брали конореек с собой в шахту для того чтобы выяснять время суток вроде бы но это далеко не факт на этой резине лежит куча бобин должно быть их накидали сюда спешки бобина не подписаны пленка уже размахнить и лазь сын лизет и аэры чарли рассказывал своей любимой музыкальной композиции записано на старые магнитные пленки как она называлась что-то там чарли любил очень странную музыку шумную компьютерную где где он вообще услышал эту мелодию наверно вызвали или в колледже странный был умер что ли коньк а можно нам выехать отсюда как бы и тетради наверху пыльной кучи лежит тетрадь на ней надпись черным маркером сама надпись размазана но можно прочитать жилеты может монеты или вообще куплеты почерк грубый размашистый вот у лизетты был неплохой почерк чистый размеренный курсив ни одна лишние детали этом я очень сомневаюсь скорее всего там написано жетоны так к слову последние несколько месяцев она заполнялась счета вернее счеты наверное заказов от руки до тех пор пока одна молодая пара не пожаловать на почерк в их планке написано было через копировальную бумагу надпись надпись все равно бы выцвела если они так тряслись над своими записями то их все равно тогда лучше в компьютер вносить а можно мне все-таки продолжить путь там выход спасибо игра наконец-то не будем ждать шеннон но я нафиг а где мышь или это другая сторона по ходу он все-таки в этой шахте и остался насовсем ха 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 шутка и а вот и шина ретик шина и незнакомец мне казалось что вы не вернетесь и я бы вернулась у меня с чем не там оставаться сегодня вечером люди просто исчезают так вот и я вопрос нет что-то действительно старанный перевод какой-то ладно как ваша нога могу идти или все порядке я постараюсь не сильно забегать вперед вы же не против если я прокачусь с вами меня сюда подбросили и я не была уверена вернусь ли я когда именно я поеду назад погусить за руль я справлюсь я водитель трэдноута шутка ладно вам решать мне все равно нужно найти нулевую и наверное мне нужно поискать другой пульта дока того драйв нулевую ищем я вам уже говорила вы верни лжет а если она послала вас сюда то есть должен быть где-то здесь или же вы недостаточно внимательно ее слушали она сказала что-то немного другое я видела вы веру в мастерской это к северу отсюда у озера 0 и рядом с вакс и и он яру позади магазин рыболовных снастей модное местечко да такие вот времена мы живем она либо там либо на ферме просто скажите куда поедем сначала это что за топ топ погнали кстати собака здесь как он добрался сюда его бы покормить антиквариат лизетты полагают и ваш грузовик это мой грузовик пёс как жизнь зверь что так долго вернее что так надолго тебя оставил что с тобой случилось вернее что с тобой было бы если бы я не вернулся и как дела тут наверху видел ли кроликов каких кроликов что он несет кошмар возвращается в темноту ночи и призадумывается призадумывается призадумался к новой да а может быть и нет поехали в темноту нам говорили и опасаться но кому какая разница вот тебе и шахта а мы приехали обратно что ли или мы все-таки смогли и пересекли или не смогли и не пересекли дай-ка мне журнал будет чуть там было о смотри вот пусть и чего шпапка шпапка что тут написано шпаргалка карта наряд 5 вагонетка служебной записи поезд 5 не какая-то выход от выход я прямо проехал кости 1 тихо тихо смысле перечеркнута шахта и хоран возвращайтесь на 65 направляйтесь на север затем выращиваете направо сразу после все тут больше нет ни хрена так у драйв северо-восток 65 поверните налево как только увидите дерево так здесь больше ничего нет здравствуйте с новым годом ладно едем обратно и к с вами можно мне внутрь а меня внутрь тоже не пускают черт жалко ну и ладно поедем дальше тогда а это конец трассы мы здесь покататься вообще она вроде сказала отвезти ее к озеру либо к ферме поехали озеро поищем правда я не помню где она ну ладно молодой человек в посеревшей рубашке сидел дороге он играл на затасканной гитаре слева от него голубая кружка справа уставшая от жизни собака погладить собаку собака закрывает глаза и притворяется спящий человек бьет по струнам не в попад напевает не в такт и изредка мямлет странные слова держи доллар кружок она достает мятый доллар из заднего кармана штанов и кладет его молодому человеку в кружку он не может быть мятым если он был в заднем кармане штанов человек достает банкноту с ул виски и отдает обратно кону и черт сорян мужик ну бывает хе-хе-хе-хе-хе-хе вернее бывает что уж рыболовный магазин парковка рыболовного магазина в остальном прутье над дорогой прибит написан от руки знак живец лесна малые большие для окуня черви пиво и чипсы висело какое-то приклеенное малярным скотчем сообщение справа магазина расположилась грязная парковка неравномерно заросшая травой и кое-где даже деревьями рыболовный магазин закрыт зайти в мастерскую шеннон через боковую дверь и уехать зайти в мастерскую на стенах висят дешевые металлические полки забитые вакуумными лампами разных форм металлическими корпусами и кофейными банками полными электронных запчастей не одни русские хранят в кофейных банках шуруку правда шеннон ведет кону и глуп комнаты где на простецком деревянном столе располагаются телевизоры разной степени разобранности она нажимает на выключатель сетевого фильтра и все телевизоры разом загораются спросите а у вивер телевизоры телевизоры посмотрим экран одного из телевизоров показывает рифмично дрожащую призрачную белую вуаль на втором просто снег третий маленький монитор системы безопасности посередине стола переливался разными оттенками черного спросите выбер уйти просите уйвер где она видела у лир шина указала на маленький монитор системы безопасности на столе сначала кажется будто он выключен но потом начинаешь вглядываться и в экране почти незаметно но медленно переливаются разными оттенками черного какие-то странные цвета шин крутит ручку сбоку монитором но ничего не происходит смотрите посмотреть монитор экран монитора угольно-черный он шумит и переливается похож на морской прибой клоновые перестает отдавать себя отчет том что находится в мастерской стены расходятся они могут быть дюймах от него а может быть в милях он дрейфует темноте что провор нанесет его на каменистый берег таких утесов должен стоять маяк или вуйки слишком опасно шина отключает сетевой фильтр ливер здесь нет значит поедем дальше какая разница может быть сюда заехать здесь ничего не поехали сюда а по самолет я что-то полезное нашел самолет двое мужчин без рубашек обуви толкают фанерный самолет вверх по дороге время от времени они поскальзываются на мокром асфальте или один из них останавливается чтобы откинуть с оба прядь волос зачем без обуви как они могут скользить без обуви по асфальту даже в носках это практически нереально колеса резина на шасси почти стерлась скоро эти люди потащат самолет волоком ну пусть тащат еще чуть-чуть и они выбьются из сил а можно куда-нибудь сходить или что-нибудь посмотреть видимо нет что если подождать и пока не его затащит наверху катится вниз они будут его опять всю дорогу . нет страну тащили надо поехали дальше он готов уйти избавляет м готов уйти валим какая-то странная игра я играл в игру я помню даже записывал эту игру про скелетика бегающего по стране по штатам и и собирающим разного рода истории забавный грамм я правда не уверен выкладывал я записи ли не помню на стримах проходил учу что-то вроде это может быть сюда так церковь не люблю церкви травой пение эхом разносится внутри церкви сама церковь представляет собой одноэтажное здание с высоким шпилем верхней секции шпиля витраж свет исходящий здание играет на солнцах красным зеленым и синими бликами вернее бликами огромная мигающая вывеска на парковке гласит баптистская терковь света последнего великого пробуждения уехать уехать как можно скорее еще мне там делать музей заедем музей на вывеске фасада написано всего одно слово музей свет внутри не горит но двери открыты зайти почти сразу за дверями музея рокота автомагистрали внезапно затихал помещение холодное темное и пустое стали в центре комнаты лежит открытая книга коридор сворачивает налево дальше путь закрывают стеклянные двери посмотреть на книгу на обложке или корешке книги нет названия на первой странице карандашом написана фраза из трех слов а почти стерлась и и было проблематично прочитать на первой странице кто-то чернилами нарисовал лошадь ближе к концу книги можно найти старательно нарисованы черный набросок одного мужчины со старинным арифмометром в окружении бутылок из-под виски пройти через стеклянные двери стеклянные двери не открываются если толкнуть их сильнее не разобьются вернуться ко входу пройти по коридору шаги конуэ за эхом раздаются пространстве коридора отражаясь от мраморного пола и арочного потолка по обеим сторонам висят коровы из оргстекла коридор кончается тупиком с темной витриной посмотреть на витрину витрина широкая несколько ярдов но не очень высокая она не освещена и стоит темноте музейного коридора на нее почти не падает лунный свет позолоченную плашку под витрину еще можно кое-как прочесть на ней кратко рассказывать истории охоты на дичь в регионе а затем нить повествования внезапно скатывается к суждению природы вредных привычек короб первый короб не так далеко по коридору в нем выставлены крылья птиц на некоторых нет перьев одно большое яркое крыло почти сверкает лунном свете поэтому все перья на месте но сбоку грубовато торчит кусочек кости вернуться ко входу двери разобьем пройти через стеклянные двери толкнуть стекло трескается где-то вдали включается свет немного погодя он выключается помещение снова погружается во тьму а на полу лежит стеклянная крошка крошка да ты стеклянная вернее шутка пройти через стеклянные двери разбитые стекло хрустит под сапогами пока тот идет дальше по коридору такое чувство что помещение больше чем кажется дальний конец коридора почти не освещен потрогать стены стены полностью гладкие на удивление теплые кону и чувствует как его дыхание под составляют конденсат на поверхности потрогать пол заходишь такой в музее там темно это такой пол сидишь трогаешь пол совершенно гладкие на удивление теплый кону и чувствует как его дыхание под оставляют конденсат на его поверхность вернуться ко входу выйти из музея до свидания на вывеске фасада написано всего одно слово музей свет внутри не горит но двери открыты а я сажусь машину и уезжаю отсюда нафиг поехали чего здесь посмотрим что за дела первого подождет тут ничего а здесь здесь ничего странно ну тогда ладно поехали к ферме ферма горячее дерево сцена 6 зачем это писать каждый раз ферма маркизов марку и чертовы французы вот мы и на месте погнали наверх черт он теперь хромает мы ее мое раньше он так бодро бегал а теперь он будет полдня ходить по этой чертовой тропинке какая досадная оплошность и собака а почему ты не идешь с нами где твоя шляпа такое все мелкая интересно как у вас там на ю тубе вообще любитель обрабатывать все в говно ну я к тому что допустим тот же twitch который обрабатывает качество при разрешении на тысячи шестьсот восемьдесят по моему так не подожди мне на тысячу пятьдесят вроде да да тысячу пятьдесят она вырабатывает ого-го там отличное качество и практически все до пикселя видно и потому что через twitch гораздо удобнее все выкладывать а вот youtube обрабатывает то же самое качество только максимум до 720 и все на этом кладбище никто не похоронен она скорее декоративная или это какая-то художественная инсталляция не уверена на что за имена надгробных камнях новаковский падья мне они не знакомым может это прежние жильцы интересно когда они купили эту землю тут уже стоял дом и хозяйственные постройки или же у этих плит какое-то особое символическое значение только посмотрите на эту плиту маркиз раньше мне казалось что тут и похоронены мои родители а теперь я что-то не уверена в чем ты не уверена что вообще происходит какой-то странный очень сюжет честно очень странный но пока вроде весело чего ты встала ты давай за ним за ним за ним шуруй канай видишь плохо человек не может он хромает из-за совета этой чертовой бабы залез в шахту за совета этих чертовых двух баб а вот и мы правда ее здесь нет скажешь что-нибудь так значит вы ее тут встретили ясно уивер с родителями жила в этом доме они взяли кучу кредитов и построили это место вас есть долги никогда не брал сдается мне вам хотя бы есть что им сказать кому сказать а родителям то у моих родителей тоже не было долгов но потом компания нашла способ залезть и в карман отца не заставили покупать жетоны для вентиляторов и очистителей воздуха в шахтах на мать канареек кажется что подход отличается но на деле это два разных решений одной проблемы уивер была вся в долгах куча денег и за обучением вернее куча денег за обучение она говорила что работала кем-то вроде математика да она изучала какую-то алицетерическую теорию что-то про использование математики в испано английских переводах сдается мне уивер засела за чековые книжки своих стариков и ясно вернее да не дошло что и дела не очень хорошие и она сбежала вот так просто взяла и уехала посреди ночи а утром они обнаружили что машина пропала с тех пор и и никто не видел на сегодняшнего вечера один человек посоветовал мне приехать сюда и поговорить ясно кажется она общалась не только с нами такой не каждый день увидишь этот старый телевизор антиквариат еще тот у меня в мастерской однажды был такой но я продала его чтобы оплатить аренду проблематичное решение было в жизни вы же не будете против если я заглянул внутрь похоже пара ручек настройки проржавела до экран немного пропускает цвет я не поверю если вы скажете что лизетта позволила бы такому экземпляру пропасть да мне до лампочки я просто вожу всякий мусор в своем фургончике нулевую трассу скала тут на тебе призраки женщины какие-то телевизоры шахты кошмар опять телепорты магические так так ну да эти трубки совсем плохие такое чувство что они пролежали в болоте или пещере она уже даже мхом заросла так так у меня сумки есть парочка запасных но вот эту я вытащила из старого монитора и нужно лишь приладить на место а встала всегда должен пойти вы что-нибудь видите может немножко влево вас там током не убьет черту она смотрите я думаю контакты покрылись грязью вы только не говорите потом моим клиентам что я ставил ламповые трубки слюнями протираю вот так теперь нужно выставить север-юг и готово наверно приятненький эффект а а вот и нулевая трасса шестьдесят сейчас так сцена седьмая а 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 и а и а любит это игра черный краны держать так ну конец первого акта нет это конец первого акта и я думаю это очень хорошее место не что вернее это очень хорошее место чтобы сказать вам что на сегодня хватит очень странная игра но мне понравилось я буду играть и еще и независимо от того будут ее смотреть или нет в общем по моему классная игра сюжет конечно странноватый по игра классная а пока что с вас хватит в общем такие дела